Всем привет, здравствуйте, меня зовут Илья, это канал изучаем C++ вместе. Мы закончили с вами 16 занятие по книге Сидхард Харауа, свой C++ самостоятельно за 21 день, ответили на вопросы и пришло время практических занятий. На сегодняшнем занятии мы будем выполнять упражнения, которые шли у нас к 16 занятию. Сколько сможем выполнить, столько сможем. Соответственно, призываю вас поставить лайк и подписаться на канал. Если все это уже сделали, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Ну а если вы не изучали с нами 16 занятие или вообще C++ не изучали, но хотели бы, то по ссылочке в описании обязательно переходите к первому занятию и начинайте оттуда все вот это делать. Вот, ну а у нас с вами упражнение. Первое упражнение звучит следующим образом. Напишите программу проверки. Напишите программу проверки, не являются ли вводимые слова, пользователем слова, полиндромами. Например, слово Toyota, полиндром, поскольку при обращении порядка символов оно не изменяется. Вот, хорошо, значит нам нужно написать программу проверки. Программу проверки. Что нам для этого с вами потребуется? Ну давайте, для того же, раз у нас будет пользователь вводить все эти слова, то нам в любом случае потребуется с вами директив при процессоре iStream. Да, мы будем вводить какие-то данные, считывать какие-то, ну на экран выводить. Соответственно, чтобы узнать, полиндром у нас слово или нет, то есть слово одинаковое с двух сторон, как мы будем это реализовать? Наверное, мы будем пользоваться с вами функцией reverse, да? Попробуем с вами пользоваться функцией reverse. Будем переворачивать строчку и сравнивать две строки, да? Исходную и реверсную. Наверное, так. Так, в любом случае, тогда нам с вами потребуется также директив при процессоре string и алгоритмы, да? Поехали, значит, include, подключаем сюда string и include алгоритмы. Так, хорошо. Далее у нас будет с вами функция main. По функции main мы пропишем using namespace std. namespace std. Соответственно, и не забываем, да, что у нас должна быть проверка. Мы должны проверять будем. Хорошо. Сначала мы что? Мы должны с вами предложить пользователю ввести строку, да? То есть, давайте сначала мы с вами сделаем так, что у нас в консоли будет выводиться, ну, как бы, предложение, да? Введите исходную строку. Введите исходную строку. Endline. Endline. Так, давайте сразу же с иплакейл тоже подключим, чтобы потом вот этого всего не было. Для кириллицы у нас с вами работало. Так, так, так. Using namespace. Введите исходную строку. И, соответственно, здесь нам нужно с вами переменная нужна будет, в которую мы будем эту строку с вами вводить. Соответственно, здесь мы объявляем объект класса string. Назовем ее oneString. OneString и, соответственно, инициализировать ее. Ну, здесь ничем не будем, потому что ниже мы сразу же ее через Seen будем вводить туда кто-то. Хорошо. Ввели какую-то строчку мы ввели. После этого нам понадобится реверснуть эту строчку, да? Как у нас работал реверс? Пойдемте смотреть, вспоминать, как у нас с вами работал реверс. Так, transform это не то. Реверс, реверс, реверс. Вот у нас был здесь листинг. Была у нас, значит, строка, исходная строка, и мы ее выделили. Кстати, да, давайте тоже, чтобы было, видите, исходную строку. Вот мы ее ввели, и здесь мы должны увидеть, что у нас в исходной строке. Исходная строка. Исходная строка, oneString пусть будет, равняется, и здесь мы посмотрим, что же мы туда ввели, чтобы было все, так сказать, чисто и наглядно. Соответственно, здесь мы обращались к реверсу и реверсировали эту строчку. Но нам с вами нужно будет сравнить, да? А тогда мы сейчас с вами, мы сейчас с вами создадим условный, новый объект класса стринг, назовем его темпстринг. И присвоим ему, можно ли вот так вот, oneString. Можно так делать? Наверное, можно. И давайте здесь в Seauti мы, значит, опять же, выведем исходную строку, чтобы мы это прям наглядно все видели. И в Seauti выведем еще строка, строка, темпстринг. Так, стринг, вот так вот. И посмотрим, можно ли так сделать. Можно ли так сделать. Так, давайте соберем. Но сейчас не соберется, потому что здесь у нас это дело не закомментировано. Так, окей. Смотрим, без ошибок. Введем строчку, ну не знаю, 1, 2, 3, исходная строка, 1, 2, 3. Исходная строка, опять же, oneString, ну потому что здесь мы еще раз ее проверяем, да. 1, 2, 3 и строка, темпстринг, 1, 2, 3. Хорошо. Наше присваивание, вот это вот, сработало. То есть мы присвоили в нашу темп от слова темп... Ну, в общем, как же это слово-то по-английски полное это... Ну, временное, временное, временное это означает временное. Темп, ну не особо так, ну может быть, да, темпы, 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 ух ты, и умный звук. Так, ну вот она временная, да, темп, соответственно, темп сокращенная. Все работает, да, у нас там с вами есть, давайте, кстати, здесь еще один онлайн для красоты пропишем, потому что там не особо так понятно, да. Сюда мы перенесли эту строку. Теперь мы реверсим нашу темп строку, и потом мы сравним, да, на равенство. Равны ли они? Хотя я не знаю, можно ли стринги сравнивать прям при равно, но мы сейчас до этого зайдем. Давайте, теперь мы берем и используем наш реверс. Реверс, 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 он у нас там что принимает? Ферст и ласт, да. Ферст и ласт. Здесь мы, наверное, должны использовать наш темп стринг. begin, да, и, соответственно, через запятую, темп стринг, естественно, вот так. Как это было? 15.6. Реверс, sample, стринг, да. Да. То есть мы использовали реверс и передали ему ибераторы на начало и конца нашей строки. Вот, теперь мы смотрим, опять же, у нас будет сиау, и у нас, значит, строка темп стринг после реверса. Реверса равняется, и сюда мы ее пишем. Темп стринг. И посмотрим, что у нас там в ней. Теперь, так, давайте сритернем 0 и посмотрим, отработает ли у нас алгоритм реверса. Собираем. Что собирается, запускаем. Видите, исходную строку 130, исходная строка 130, исходная строка 130, строка темпа 130 после реверса 0.3.1. Хорошо. Сделали реверс, нули строчку. Здорово. Теперь у нас задание, напишите программу проверки. Не является ли, вводимые пользователи слова, палиндромами? Соответственно, теперь нам нужно просто сравнить наш темп, вот этот вот темп стринг с нашей исходной oneString, да? Ну, кстати, она не будет ни one, да? Опять же, one это один, а здесь у нас будет first. First. Так что давайте изменим это, чтобы было правильнее. Правильнее. Вот так вот, да? Все, везде изменилось, все хорошо. Так, проверка. Если, если конструкция у нас if, если темп стринг, темп стринг у нас равен first string, first string. В этом случае мы пишем, что, 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 что у нас first string является, так, пробел здесь нам уже, да, является полиндромом. Палиндромом, это специальный знак. In black. Да? Если условие здесь выполняется, мы заходим сюда и пишем является полиндромом. Else, если же все не то, соответственно, все out first string не является, не является полиндромом. Проверка есть, проверка есть. Полбеж. Проверяем, проверяем. Слово, идите, я не знаю, омон. Омон, исходная строка прикольная. А почему? А что у нас так, как-то получилось? Не хочет вводить пиглицу. Главное, выводит, обводить ее нельзя. Ну да бог с ним. Ну, давайте я не знаю. Омон. Омон тоже, кстати, является. Омон. Омон, 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 стринг омон. А при реверси ома, ома является полиндромом. Является, является. Хорошо, давайте что-то не полиндром. 130 кей, 0, ну то есть кей 0,31, 130 кей не является полиндромом. Молодцы. А молодцы, получается вот такая вот проверка. Единственное, что непонятно, почему я печатать не могу на кириллице, но это надо куда-то там лезть в настройки проекта, и когда-нибудь я, может быть, с этим разберусь. Но в любом случае, давайте еще раз перечитаем задание, то ли мы вообще сделали. Напишите программу проверки. Проверка. Не являются ли вводимы пользователем слова? Пользователь вводит слова? Вводит слова. Палиндромами. Ну, здесь написано пользователем слова, то есть подразумевается, что много слов должен вводить, но это уже как бы введите первое число, введите второе, третье там слово, да, это можно уже дополнить, но мне кажется, здесь это не так важно. Например, слово от Toyota, палиндром, поскольку при обращении порядка символов, оно не изменяется. Ну вот, да. Вроде бы как бы все окей. То есть, если здесь у нас наш темп стринг равняется first string, то все хорошо. Вот такое вот мое решение. Какое у вас решение? Пишите в комментариях. Будет интересно почитать. Это что касается у нас с вами первого упражнения. Это 12 минут заняло... Что, отдельно это как-то выложить или нет? Просто ютубу очень нравится, когда отдельно выкладываешь ролики, типа, ну вот он и будет там заголовок. Пишем программу, проверки не являются ли слова палиндромами. Что, отдельно все эти упражнения еще выкладывать, чтобы все было совсем коротенько? Ну давайте попробуем. Месяцок-то. Коротень, покороче, покороче, и будем так все это дело выполнять. Потому что какие-то программы могут быть у нас очень длинные, да? Хорошо, в любом случае, если написали сами, либо написали здесь вместе со мной и все поняли, хотя я вроде бы старался, да, вам каждую строчку объяснить, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Увидимся с вами в следующем ролике. Второе упражнение, где мы напишем программу, подсчитывающую количество гласных в обведенном предложении. Количество гласных в центре. В общем, с этим будем разбираться в следующем ролике. Меня зовут Илья, это канал, изучаем все плюс-плюс вместе. До скорых встреч. Всем пока.